Зайка вынимает из тачки качан, провозит его переносом козы. Пока зрители следят за перипетиями сюжета воочию, за происходящим на сцене также наблюдает тифлокомментатор Таиса Марченко, специалист высшей категории. Её голос раскрывает незрячим и слабовидящим детям всё, что происходит на сцене. Работает точно так же, когда кто-то рассказывает вам историю, очевидцем которой вы не были, но чем ярче и образней речь, тем точнее и эмоциональнее вырисовывается картина событий. Каждый спектакль требует особой подготовки. Это действительно большая работа, больше, чем профессия, любимое дело. Очень важно составить свою оценку, почувствовать, что могут почувствовать зрители, когда впервые его увидят. С этой оценкой легче приступать к работе. Не потому, что ты передашь свои ощущения, а потому, что у тебя уже будут установлены личные связи со спектаклем, историей и актёрами. Ульяновский театр «Кукол» до конца года покажет три премьеры спектаклей для детей, подростков и взрослых. И ещё раз докажет, куклы – это не игрушки, но выразительные средства обращения к публике, очень требовательные и внимательные к мелочам. А их ожидается много. И не только мелочи и деталей. По случаю 80-летнего юбилея Ульяновский театр «Кукол» ждёт гостей со всей России. Мы подготовим, или уже готовим, традиционный фестиваль юбилейных сезонов, называют «Все сказки в гости к нам», с которыми лучшие театры России приедут на нашу площадку и в течение пяти месяцев будут каждый месяц радовать зрителей своими самыми замечательными спектаклями. Наша труппа надеется с ответным визитом посетить как минимум Сахалин и Алтайский край, представив собственные наработки зрителям за уральским хребтом. А пока что радует местную публику. Спектакль «Волк, коза и капуста» продолжается. Слабовидящие и незрячие дети полностью погружены в действие. Вот, нога задняя, тоже не страшная. Вот, глаза добрые. Чего страшного, да? Лес заливается зелёным светом. Зайка притаскивает уже знакомый нам огромный качан. В страхе озираясь, прячется за него. Заяц и зайка выбегают из-за берёз. И тоже прячется за качан. Ещё одна особенность комментирования спектакля в театре кукол – необходимость постоянного напоминания зрителям. В какой момент в действии на сцене участвуют живые актёры, а в какой – куклы. Во время спектакля может пройти всё, что угодно. Даже могут быть изменения какие-то не в самой постановке. А, например, играют разные трупы актёров, разные составы. И они играют иногда по-разному. Иногда со временем спектакль модернизируется, видоизменяется. Потому что он живёт. Это совершенно живой организм, нежели фильм. Тифло-комментирование в Ульяновском театре кукол стало возможным благодаря программе «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Евгений Луковкин, Алексей Юферев, репортер 73.